Вархаммер На самом деле все по пальцам одной руки можно было пересчитать, но в последние годы все изменилось, игры по вселенной поперли потоком. Армады, верментайды, первая часть и вторая часть изобилия, причем как на 40 тысячник, так и на фэнтези. И казалось бы, радуйся, и в общем-то фанаты радуются, но не все получается так, как они хотели. Совсем недавно вышла новая игра в сеттинге Вархаммер Фэнтези, Вархаммер Хаос Бэйн, в переводе с нерусского на русский Бич Хаоса. И я тоже решил стать бичом и приобщиться к игре, и теперь вот спешу поделиться впечатлениями. Что же, Хаос Бэйн это нечто вроде Гаундленд, только чуть разнообразнее. По жанру, если не ошибаюсь, это хак-н-слэш, во всяком случае именно так она себя позиционирует. И не просто хак-н-слэш, а первый хак-н-слэш в этом сеттинге. Жанр этот вполне заурядный и не требующий какого-то напряжения. Суть такова. Вы получаете задание в некой хаб-локации у НПС, спускаетесь в условную пещеру, пещера генерируется каждый раз заново, кроме некоторых сюжетных моментов. Далее пробираете через толпы врагов, используя классовые способности персонажей, защищаете локацию и выходите обратно в хаб. Сдаёте задание, получаете опыт, деньги и прочие пряники, берёте новые задания, снова спускаетесь в пещеру, снова автогенерации и так далее, вплоть до победного конца. Время от времени встречаются сюжетные боссы. Ну то есть, как видите, жанр этот концептуально очень простой. Тут практически не надо думать, это как спинномозговой шутер. Пришёл, пострелял, ушёл. Игра на расслабление. Но это я сейчас описал общие черты жанра. Что же можно сказать конкретно об игре Хаусбейн? Ну, забегая чуть вперёд, скажу так. Она неплохая, отстоем или провалом её точно не назовёшь, но всё могло быть намного лучше. А теперь, когда интрига создана, давайте интерес ради я перечислю заявленные особенности игры. Первая хак-н-слэш игра в сеттинге Warhammer Fantasy. Сценарий написан Майком Ли, автором Black Library, композитор Ченс Томас. Динамичные бои, 180 разных способностей помогут прорваться через вражеские орды, будь они в канализации нульно или на разрушенных улицах Прага. Активируйте жажду крови, чтобы выбраться из самого затруднительного положения. Ну да. Четыре класса с уникальными навыками. Воин Империи легко переносит самые страшные раны. Гноу специализируется на ближнем бою, высший эльф атакует издали магии, а лесной – несравненный мастер лука и капканов. Огромные бестиарии включают в себя 70, мать вашу, монстров и невероятных боссов, в том числе и богов хаоса. Нет, не задержит. Сражайтесь со слугами Нургла, порождениями Кхорна и остальными еретическими тварями. Продуманный кооператив до четырех игроков. Игра заточена под совместное прохождение как в локальном, так и в онлайн-режиме. Разные навыки и способности можно комбинировать для еще более разрушительного эффекта. Но это правда. Высокая реиграбельность. Угу. Вас ждет не только режим истории, но еще и битва с боссами, сотни подземелий и новинки с каждым обновлением десяти уровней сложности. Интересно играть будет любому. Да. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Все не так плохо, как могло бы быть, учитывая прошлый опыт. Однако, часть этих особенностей традиционно надуманы. Но все по порядку. Итак, жил-был Магнус, который так преуспел в раздаче люлей армиям хаоса, что быстро приобрел серьезный статус и освободил земли от хаотического гнета на какое-то время. Но темные боги предприняли еще одну попытку. В резиденцию Магнуса в городе Нульн ворвалась некая колдунья с армией и смертельно ранила местную легенду, а потом скрылась с концами. В итоге Надежда Империума медленно умирает, будучи пойманной в колдовскую ловушку и, собственно, вот-вот умрет, но тут на помощь приходит наш герой. Среди доступных героев у нас есть Войн Империи, закованный в броню рыцарь и танк, выносливый как, собственно, танк, который держит на себе толпы врагов. Гном, воинствующий карлик с мощной рукопашной атакой, на которой, собственно, специализируется классический боец. Эльф, колдующий колдун колдовского колдовства, что-то еще сказать, сам не очень вынослив, но зато прекрасно сжигает орды врагов еще на подходе. Но тот эльф выше, а есть еще лесной эльф, который мастерски владеет луком, чесноком и боевым кабачком наверняка тоже. Классический лучник. Кто-то из этих четверых придет на помощь первому лицу Империума. Правда, опоздает, но Надежда еще есть. Чтобы расколдовать Магнуса и не дать ему умереть, надо найти эту самую ведьму. А тут у нас как раз под боком был обнаружен маленький такой еретический культ. Поэтому берем задание и без раздумий ныряем в канализацию. Там нас уже поджидает тот самый культ, поклоняющийся богу разложения Нурглу. Первое, что бросается в глаза, это дизайн. Дизайн подземелья, дизайн иных локаций, дизайн персонажа, дизайн боссов, оружия и прочие атрибутики. Все это на высоте. Не 10-10, конечно, но крепкая восьмерка уж точно. Раскрою вам секрет полишинели и скажу, что мы протопчемся по слугам всех четырех богов хаоса. И все эти канализации ноль на крепостные стены, деревни, эльфийские руины, особенно измерение дзинча, все это прекрасно задекорировано. Чувство халтуры не возникает ни на секунду. Это очень странно, наверное, для Хаккенслэша, но тут есть своя атмосфера. Атмосфера именно локации, порождаемая потрясающим дизайном и очень неплохим саундтреком. Вторым пунктом в глаза бросается сама боевая система. Я, как обычно, играл за мага, и несмотря на всю простоту происходящего, магия тут очень зрелищная. Бой незамысловатый. Просто назначаешь заклинания на правую и левую кнопки мыши и четыре цифры, и... Месишь толпу врагов. Буквально толпу, потому что поодиночке их распиливать долго и бессмысленно. Разве что на первых уровнях. Но стоит тебе освоиться, и тактика начинает сводиться к следующему. Ты бежишь сквозь толпу с улюлюканьем, показываешь всем факи. Разумеется, слуги хаоса не в силах такого вытерпеть, поэтому они весело гагача устремляются за тобой, желая отведать эльфийского местца. Собрав достаточно большую толпу, словно стендапер, ты останавливаешься и начинаешь жахать. Жахать можно по-разному. Как и заявлено в игре, действительно 108 способностей. Часть универсальна, часть уникальна для каждого персонажа. Круче всех, конечно, выглядят так называемые АОЕ, удары по площади, которые звучат как ООЕ. У меня это, конечно, были заклинания, у других классов нечто иное. В общем, пускаешь в ход все свои навыки, чем мощнее, тем лучше. При этом, конечно, надо следить за полосками маны здоровья. На некоторые заклинания мана не тратится. Ну, то есть, как не тратится? Есть три типа атаки, которые при попадании, наоборот, восстанавливают энергию. Остальные же, наоборот, ее тратят, но они, как правило, мощнее. Напитка маны в игре не предусмотрена, так что всегда надо держать под рукой навык, не требующий энергозатрат. Что касается здоровья, то тут все понятно. Кончилось здоровье, ты труп. Но начинать сначала не обязательно, хотя можно. Лучше откупиться от смерти монетами или фрагментами. Тогда персонаж вернется к жизни и продолжит мясорубку, благо враги не восстанавливаются вместе с нами. На самом деле, несмотря на частые смерти по недоразумению, игра довольно легкая. Но если тебе она кажется легкой, никто не мешает повысить сложность, благо тут очень большой выбор. На выжженном, заваленном трупами поле битую необходимо собрать трофеи, шмотки, деньги и те самые фрагменты, о них чуть позже. Вот так вот и проходится подземелье, выполняется задание. Задание проще простого, как правило, не подразумевает просто дойти до конца и убить всех. Изредка, всего один раз, на самом деле, мне предложили сделать это на время. Ответвлений мало, заблудиться сложно. Как только миссия выполнена, тут же неподалеку открывается выход из подземелья на Манерская Рима, только не так изящно. И вот ты снова в городе, сдаешь задание, получаешь награду и берешь следующее задание. Так вот и движешься по сюжету. Сюжет довольно простой, даже, наверное, слишком. Хотя, учитывая жанр, было бы глупо ждать чего-то особенного на Манер Хаус Райсинг из Даун оф Вор 2, но я все же ждал. Но сейчас не об этом, ты же из подземелья только что выбрался, что следует сделать дальше? Конечно же, прокачаться и затариться шмотками. Итак, развитие персонажа. Во-первых, мы растем в уровнях, получая опыт за убийство врагов и выполнение заданий. С каждым новым уровнем у нас открывается какой-нибудь навык. Открываются они в строго обозначенном порядке. Самих навыков не то чтобы очень много. Их немало, но все же не гора. Однако у каждого из них есть простор для прокачки. То есть вот условно на первом уровне у тебя есть огненный шар. На втором уровне он преображается в улучшенный огненный шар, который взрывается в толпе, задевает кучу народу, сильнее бьет и круче выглядит. И на третьем уровне открывается огненный шар, который чуть сильнее бьет, но конусом. Откровенно говоря, мне этот самый конус жутко неудобно показался, но в этом и прелесть. Никто не мешает оставаться на втором уровне этого самого условного огненного шара. Хотя он тут не условный, но да ладно. То есть умение прежнего уровня не заменяется новыми, просто дается альтернатива. Можно взять заклинания чуть слабее, но при этом удобнее, лучше подходящие твоему стилю игры. Именно благодаря таким вот комбинациям ты можешь подстраивать игру под себя. Правда взять все и сразу не получится. Тебе дается определенное количество свободных очков, которое время от времени возрастает. Например, у тебя 15 очков. Ты можешь экипировать заклинание огненной стены, оно стоит 10. Остается еще 5, можешь на эту сумму еще что-нибудь такого подобрать. Например, какую-нибудь там пассивку. Улучшенные версии навыков почти всегда стоят дороже по очкам, по понятной причине. Кстати, с ростом уровня навыка он почти всегда преображается как визуально, так и по свойствам. Взять тот же огненный шар. Он не просто начинает бить сильнее, он становится ярче, крупнее, от него на поверхности остаются эффекты пламени. Иные навыки меняют стихию. Например, обычный торнадо может преобразиться в огненный, а огненный шар станет грызовым. Иногда навыки остаются прежними, разве что чуть-чуть меняется визуально и урон возрастает. В целом же, как и навыки, так и система их прокачки хороши. Кстати, прокачивается все само, никуда жать и ничего никуда вкладывать не надо. Что-то шмоток... что же, они есть. Также делятся по цвету, отличаются по характеристикам. Почти каждая шмотка относится к какому-нибудь сету, от полной сборки которого можно получить интересные прибавки к статам. Хотя особой нужды в этом нет, ходи в чем нравится. Также нам в скором времени станет доступна жажда крови. Из врагов начнут выпадать кровавые шарики, ими мы восстанавливаем здоровье и заполняем шкалу ярости, чтобы затем высвободить этакий режим берсерка и за несколько секунд разделаться с огромной толпой врагов, при этом сильно регенерируя. Где-то середины игры нам дадут еще две возможности. Первая – это улучшить вещи теми самыми фрагментами, обильно выпадающими из врагов. Так можно заполучить дополнительный урон, здоровье или что-нибудь еще полезное. Вторая возможность – это божественная милость. Нам дают этакое созвездие, тут нечто вроде Скоримовской системы, пока не прокачан предыдущий перк, до следующего добраться нельзя. Правда тут перки не друг за другом идут, а через обычные, скажем так, звезды, которые все же тоже дают прибавки характеристикам. И при помощи такого вот созвездия можно заполучить несколько очень полезных навыков, так что пренебрегать подобным не стоит. Вот тут уже, кстати, надо вручную выбирать, что прокачивать и в каком направлении. Сам игровой процесс вполне веселый, особенно если поиграть в кооперативе. Традиционно кооператив делает из любого непотребства конфетку, однако такого рода игр как раз-таки на кооператив и рассчитаны. Как говорится, если с другом вышел в путь, веселее намного. Без друзей мы мырем чуть-чуть, а с друзьями много. Так и босса завалить легко, и вторжение пережить не тяжело. Кстати, да, время от времени мы будем натыкаться по сюжету на боссов. И я вам ничего не соспойлерю, если скажу, что это аватары темных богов. Во-первых, потому что это сделали сами разработчики в описании игры, назвав их почему-то богами хаоса. Не боги они, а аватары. Во-вторых, потому что вы, полагаю, не дураки, дойдя до первого босса, великого нечистого, и после этого перейдя в земли, заполненные хранитами, сами поймете, кто будет дальше. Великий нечистый, кровожат, хранитель секретов и властитель перемен. У каждого босса три стадии, каждая последующая сложнее предыдущих. Бой с боссом это, наверное, единственный момент в игре, когда нужно подумать. В остальном игра пробегается довольно непринужденно. Что же, я постарался упомянуть все положительные стороны игры. Да. А вот теперь начинается вторая часть Мерлезонского балета. Видите ли, если бы эта игра позиционировала себя как какой-нибудь проходничок категории B, то к ней претензий было бы на три порядка меньше, а то и вовсе бы не было. Однако Хаус Бэйн позиционирует себя как проект А-класса, и вот на проект категории А он ну никак не тянет. Маловат взят разбег. Для начала очень хочется придраться к сюжету. И не надо мне тут заявлять, что это хак-н-слэш, а сюжет тут не важен. Кто это вообще придумал? Скажем так, для тех, кому он не важен, у меня хорошие новости, вам будет играть приятнее. Вам можно даже позавидовать, ведь в целом, если честно, для подобного шанра сюжет и вправду не является самой важной деталью. Однако, для тех, кому он важен, тут все не так гладко, как хотелось бы. Подача простая, да, но сюжет можно было бы придумать и куда лучше. Меня сразу заинтриговала необычная мотивация моего высшего эльфа. В юношестве он по глупости нечаянно убил учителя и друга, и был изгнан. И теперь он воюет не за Империум, ему плевать на него. Он просто выпендривается перед главным эльфом, чтобы тот его простил. И это видно в диалогах, как его раздражают задания, раздражают инквизиторы, те люди, с которыми он общается. Это же классный задел. Я слышал, что и у других персонажей тоже нестандартная завязка. То есть, при всей пафосности мира наши персонажи, они рыцари в сидящих доспехах, они просто решают свои проблемы. Ну, по крайней мере, часть из них уж точно. И какие бы интересные ходы можно было придумать с такой подачей. К примеру, того же эльфа соблазнять вернуться домой иным путем, обретая знания лично от бога знаний. А гнома, рвущегося в бой, поймать на желание нескончаемых битв и обратить слугу Хорна, к примеру. Ну, или хотя бы попытаться. Или что-нибудь еще придумать, я уверен, можно было. Но нет, у нас стандартная история. Опачки, в городе культ. Опачки, это культ-марионетка другого культа. Опачки, этот культ-марионетка от той марионетки. Опачки. Дзенч опять всех наебал, ну ты посмотри. И вы спросите, а какого хрена я спойлерю? А я отвечу, а вы что, действительно сами не догадались бы? Если вы хотя бы немного понимаете концепцию вселенной Вархаммер, любой из них, то сами все предугадаете. Сценарий написан Майком Ли. Едите твою мать, автором Black Library. А толку-то? Я не верю, что он написал это не пяткой во сне. Поэтому в сюжете я очень разочарован. Однако, бог бы с ним сюжетом, если бы другие элементы были бы более продуманы. Однако, поди, что они еще более вводят в недоумение. С чего я там начал? Дизайн уровней, да? Дизайн на высоте, без дураков. Проблема не в дизайне, а в разнообразии. Огромная проблема, должен сказать. Как там в описании было сказано, способности помогут прорваться через вражеские орды, будь они в канализации Нульна или на разрушенных улицах Прага. Я не понимаю, а зачем нам сейчас так жестоко заспойлерили игру, назвав почти половину всех локаций? Я не шучу. Канализация Нульна, крепостная стена и улицы Нульна, поселение Прага, в котором, кстати, живет самый настоящий Ривский Иван с бородой в ушанке, причем рядом с деревянным медведем. Правда, зовут его Леонид Горчев, но это не важно. Ну так вот, оснеженные эльфийские руины, ну трое тех самых руин, измерение Дзинча и все. Это все локации. Ну плюс 4 арены с боссами. Но проблема не только в охранительно малом количестве локаций, проблема именно в скудности блоков для генерации. Такое чувство, что их всего штук 10 максимум на каждый уровень. Ты ходишь и ходишь под ним и тем же подземельем, и уже на второй заход в канализацию начинаешь узнавать эти закоулки. На третий ты уже точно помнишь каждый из них. Дохотелось совсем до маразма, в одной локации подряд шли три одинаковых локационных блока. Ну неужели так сложно было нарисовать их хотя бы несколько десятков? До патча, говорят, было еще хуже, это мне повезло. Притом локации совершенно не интерактивные. Те же самые улицы 0 на твоях, а локация выглядит довольно красивой, но совершенно мертвой. Потому что там совершенно нечего делать. Поговорить не с кем, никто не переговаривается друг с другом, ничего нельзя, не знаю, там потрогать или ударить. В канализациях и других локациях для сражений и того хуже, там даже NPC нет. Притом окружение никак не реагирует на творимые тобой разрушения. Хоть огненную грозу призови, но вот эта вот избушка или вот это вот деревце будут стоять неподвижно. Ну, хотя бы враги красиво разлетаются, особенно с мостов в пропасть. Тут не поспоришь, зрелищно. Кстати, у всех этих дизайнерских изысканий какие-то странные хитбоксы. То и дело утыкаешься в невидимые полигоны. Привет и тысяча шестой год. Что до врагов, они однообразные. По факту они частично меняются после победы над каждым боссом. То есть, вот сначала идут твари Нургла, потом тварик Хорна, потом Слонеш и затем Дзинча. В остальном же врагов 3-4 типа и часто все это разнообразие проявляется в разном цвете штанов. То есть, моделек врагов очень мало, неприемлемо мало, точно так же, как и блоков локаций. Вот это у них называется огромной бестиарии. 70 моделек? Ага, как же. Притом враги тупые, как валенок прут огромной толпой, застревают в проходах, тупят и представляют опасность, только напав целой армадой. Время от времени, да, погибаешь, но в целом игра проходится дико легко. Да, можно увеличить сложность, но она будет искусственной, просто враги наносят больше урона, вот и все. Интереснее от этого, увы, не станет, я пробовал уже. Вот разве что с боссами действительно интересно. Их очень мало, всего четверо, но они дадут просраться любому юному инквизитору, прямо как в Dark Souls. Однако, их сложность заключается далеко не в силе удара. Плевать, что атаки слонешитской мерзости могут убить с одного удара, а плевать, что Хранитель Тайн вообще читер. Все эти проблемы решаются одним махом, как только ты выучишь повадки босса. Десяток другой смертей с матами, и вот Базяра уже издает предсмертный крик. Кстати, и какой, извините меня, мудрец, придумал делать непропускаемые заставки. При смерти на арене босса ты не можешь возродиться, только начать сначала, и тебе надо заново прочитать диалог, точнее промотать его. А потом смотреть, как очередной чемпион хаоса превращается в аватару темных богов. Учитывая, что изучая повадки боссов, ты мрешь не один десяток раз, тебя эта заставка достанет до зубного скрежета. К слову о сложности, к финалу я раскачался так, что дзенчицкие отродья сгорали просто ордами, при этом я практически не умирал уже. А стоило понять финального босса, как я его убил секунд, наверное, за 15, он еще прораться от перехода на вторую стадию не успел, как я ему уже третью снес. Скукота. Вообще, однобразие это самый настоящий бич этой игры, такой вот каламбур выходит. Конечно, определенной долей однообразия страдает ноги игры, особенно такого типа, но проблема в том, что это самое однообразие бросается в глаза с самого начала. Еще только третья миссия, а я уже увидел всех врагов канализации, уже наизусть выучил все блоки локации в этой долбанной канализации, и тут меня снова в нее отправляют. Боже, как же я по ней соскучился-то! Взять задание, спуститься в клоаку, всех убить, повторить. Вот он, местный геймплей по своей сути. Многие моменты сделаны крайне странно. Например, уже с самого начала игры ты задаешься вопросом, а нахрена тебе деньги? Что на них вообще можно купить? А ничего нельзя, за деньги ты можешь возродиться. Вот прелесть-то какая! В игре нет торговцев. То есть вообще. Есть меняло, которому ты можешь сдать ненужное барахло, получив при этом в качестве награды заполнение некой шкалы лояльности. Получая у них уровни той самой лояльности, тебе будут открываться новые навыки, почти все бесполезные. Ну и некая награда тоже будет даваться золотом, таким же полезным, как миномет на экзамене по алгебре. Кстати, лут тут странно падает. С какого-нибудь бомжа может выпасть отличные вещи, как в Титан Квест. Тогда как убив жирную тварюгу, ты можешь получить сочный кукиш себе под нос. Но в любом случае, все эти амулеты, мечи, посохи и прочие куртки не отличаются друг от друга особо. Визуально они все на приемлемом уровне, а бонусы от сетов не настолько необходимы, чтобы этим заморачиваться. В итоге ты просто вслепую экипируешь то, что, так сказать, по статам зеленее, а остальной с карб без раздумий издаешь торговцу, чтобы получить от него очередной хрен с маслом. Еще можно улучшать экипировку при помощи фрагментов. Система неплохая, но какая-то непонятная, неинтуитивная что ли. Ну и да, она позволяет плюнуть на баланс, раскачав себе такую силушку богатырскую, что сам Кхорн позавидует. Только вот учитывая то, сколько шматья валится из врагов, ты меняешь одежку просто нон-стопом, и улучшать ее просто-таки невыгодно, разве что на битвах с боссами. По той же причине нахрен не нужен ящик для хранения барахла. Нафига его хранить, проще сдать торговцу. Не, возможно какие-нибудь там эпические фиолетовые вещи и можно, но зная местную систему генерации, возможно, что и в этом смысла никакого нет. А еще в игре есть дневник. Да, в хак-н-слэш игре есть дневник, в который заносятся фразы из диалогов. Зачем? Там что, нечто эпическое происходит в тех диалогах? Это что, игра про чтение? Знаете, что самое забавное? Когда я нечаянно прокликал главный сюжетный поворот, хоть суть и уловил, я решил дословно прочитать в дневнике, что же там говорили. И не нашел! Этой записи нет, они ведутся только в хауб локации. Но это просто балаган. Раскачивается персонаж автоматически, лут подбирается автоматически. Игра играет сама в себя, и ей хорошо, судя по всему. А вот игрок быстро начинает впадать в скуку, и только убийство босса его пробуждает. А дальше опять погружение в сон, и так до конца игры. А в конце стилизованные под местные заставки слайд-шоу. Красивые, а главное долгожданные, ведь идите за ногу, игра наконец закончена. Нет, конечно, если ты мазохист, то теперь ты можешь играть еще в трех режимах. Битва с боссами. Единственный интересный режим. Ну, был когда-то. До того, как ты понял, как их убивать за 10 секунд. Теперь же разве что сложность повышать. Экспедиция. Это просто миссия в рандомном подземелье, не продвигающая по сюжету, и вообще никак от него не зависящая. Нет, ну а вдруг ты соскучился по тем разнообразнейшим локациям. Вторжение. Это то же самое, что и экспедиция. Только время от времени там появляются ивенты, типа, убей вот этих вот врагов за минуту, и получишь бонус для того, чтобы убить других врагов за минуту. Круто. Что тут сказать. Ну и на десерт. Управление с мыши неудобное. Управление джойстика удобнее, но подключив его, я получил неисчезаемую надпись «Нажмите, чтобы присоединиться». Подсказки большие, долго не исчезают. Камера не вращается, что делает ее крайне неудобной, учитывая, что иногда враги и предметы проваливаются в текстуры и застревают там намертво. Баг с исчезновением мыши так и не пофикшен с самой беты, и вишенка на торте – первое же задание я получил на китайском языке в виде иероглифов. Ай, да. Ну, что тут еще сказать. Warhammer House Band детишки. Так что же, если подводить черту, игра плохая? Нет, как ни странно. Если вы, как и я, серьезно отнесетесь к этой игре, как к проекту А-класса, да еще и возложите надежды, вас будет ждать глубокое разочарование. Это, конечно, не Fallout 76, но все же тут есть к чему стремиться, как в случае с тем же Личдом Battlemage. Правда, в отличие от последней, в House Band еще собираются продолжать износить контент. В первом обновлении будет новый уровень сложности и новые снаряжения. Потом извезут режим окончательной смерти для тех, кому жизнь кажется страхом. А затем добавят новые героические наборы и дополнительные уровни сложности. И, конечно же, будут платные DLC, которые, будем надеяться, все-таки преобразят от игру в лучшую сторону. Кстати, это информация из первых рук, так что она полностью достоверна. Поэтому не переживайте, для Warhammer House Band еще не все потеряно. Свою долю удовольствия от игры можно получить, если соблюдать несколько правил. Во-первых, играть максимум по 2 часа в день, а не как я по 5-8 для обзора. Во-вторых, играть по возможности в кооперативе с другом. Тогда потенциал игры раскроется еще больше. Ну и в-третьих, не ждать от игры чего-то переломанного, что заставит вас вскочить со стула с криком «ВАХ!». Соблюдая эти три правила, вы сможете по-настоящему насладиться игрой с приятным дизайном, очень неплохой музыкой, написанной Ченсом Томасом, хорошей для такого жанра графикой, приятной боевкой и непринужденным, в общем-то, геймплеем. Нужно вам оно или нет, решайте сами. Главное, если сядете играть за мага, вымоете руки перед колдовством, иначе впадете в ересь. Субтитры создавал DimaTorzok